Нет точечной застройки. Такие плакаты появились на балконах домов на улице Мичурина. Жители квартала намерены отстоять территорию, которую застройщик готовит для возведения 22-этажного дома. Вот так должно выглядеть предполагаемое строение. Но, по мнению горожан, появление небоскреба в этом месте не только нарушает их право на нормальную жизнь, но и угрожает их домам из-за сложной геологической структуры участка. Доводам экспертных организаций местные жители не доверяют, а разрешение на строительство оспаривают в суде. На прошлой неделе на спорной территории побывала глава Самары Елена Лапушкина, а сегодня она пригласила стороны за стол переговоров. На этом маленьком пятачке в замкнутом пространстве в непосредственной близости от трех домов, двум из которых нам больше 40 лет, одному 30, в принципе нельзя, потому что это ведет за собой, ну как минимум, проблемы с тем, что у нас забирают по сути жизненные пространства наши, а как максимум это безопасность. Проблема тянется давно. Минстрой выдал разрешение на строительство, потому что не было оснований для отказа. Однако нередки случаи, когда внешне все вроде бы по закону, но неточности проведенных исследований приводят к тому, что страдают соседние дома. Другой довод жителей в том, что коммуникации могут не выдержать нагрузки, и появление нового строения может привести к серьезным сбоям. Для застройщика эти аргументы кажутся неубедительными. Компания идти на компромисс не желает. Понять застройщика можно, ничего личного, только бизнес. Те требования, которые предъявляют сейчас к застройщику местные жители, они сводятся к тому, чтобы отменить строительство жилого дома на этой территории в целом. Все, что они говорят, это уже причины, так скажем, на основании которых они хотят отмены добиться. Глава города Елена Лапушкина еще неделю назад назвала позицию застройщика, не желающего наладить диалог с жителями, ошибкой. Об этом она также сообщила и на своей официальной странице в Инстаграме. Время точечных застроек ушло. Сегодня невозможно сделать что-то, не опираясь на народное мнение. От застройщика глава города потребовала предоставить проект, чтобы специалисты городминистрации могли оценить все риски. Вы даже не попытались с ними проговорить. Вы действительно не обследовали их дома. Вы не проговорили про детские площадки. Вы не понимаете, как у вас пойдут коммуникации. Вы решаете чисто свою экономическую задачу. Стройка не начнется, пока идут судебные разбирательства. Даже несмотря на то, что застройщик уже начал приглашать людей для оформления договоров долевого участия в строительстве нового дома. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.